Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я развёлся с женой в мае этого года, а расстались с этой зимой, когда узнала о её измене. Я сильно переживал, сейчас всё утикло, но всё ещё про это думаю, но не так часто. Вспоминаю, что она изменила меня, что ссорились, вспоминаю, как познакомились, жили вместе, как тогда было, что нам вначале хорошо, она была моей женщиной, ничего и больше. Теперь не моя предательница. Уже больше года нет секса, я пытался знакомиться с женщинами, но как-то всё боялся. Сейчас нашёл одну женщину, она мне нравится, я ей скоро встречу на сно, боюсь, сбегу от неё очень быстро. С одной стороны, очень хочу секса с ней, она тоже. С другой стороны, понимаю, что если обижу её, а что если нужен секс только мне, не хотел бы её ранить. Иногда мечтаю, как мы гуляем и даже живём вместе. Я вроде отношений хочу, фантазирую, как мы везде вместе, куда выходим, занимаемся любовью, общаемся, вместе общаемся. Не пойму, что со мной, и даже не виделись на сайте знаком, познакомились, так, телефонные разговоры, переписки в мессенджере и всё. Но каждый день интересуется, интересуется, кто как. Так что это такое со мной? Страх повторения ситуации, страх повторения измены у вас. Вас измена травмировала, вы, очевидно, до сих пор на свою жену обидены, вы, очевидно, до сих пор считаете свою жену предательницей, судя по тому, что пишете. И ничего удивительного нет, что теперь вы боитесь, что другая женщина тоже, это не навсегда, что тоже она вас предаст, изменит вам, и так далее. Вообще, я думаю, что глобальная ситуация заключается, и, если можно так выразиться, состоит, из нескольких моментов. Первый момент, это то, что у вас травма-измены, и то, что, судя по всему, осталось много боли, вот, не прожитых эмоций, да, не прожитых чувств, с одной стороны, и это нормально. С другой стороны, осталось такое вот, ну, знаете как, такое вот своеобразное, характерное восприятие, восприятие того, что произошло. То есть, мне кажется, что вам достаточно сильно мешает, вот, посмотреть на эту ситуацию иначе, на ситуацию, которая произошла между вами и вашей женой, вам очень сильно мешает, посмотреть на эту ситуацию, то, что вам больно, что, что вам тяжело, то, что вам, ну, вот, то, что вы вот так, по сути, ну, переживаете. Вот, то, что те чувства, которые у вас есть, вам это очень, на мой взгляд, сильно мешает. Потому что предательница, и вообще предательство, как вы говорите, да, это история про, в какой-то степени, такое, детское восприятие, детское восприятие, то есть вы находитесь здесь, в, ну, в позиции ребенка, к сожалению. Вот. И, да, у вас могут быть, у вас могут быть, конечно, скажем так, свои претензии к этому. То есть вы можете, ну, считать, что ваша жена поступила очень плохо, вот, что изменила вам. Но, важнее другое, что вопрос ценностей ваших, например, неприемлемость измены и так далее, не просто является, вот, неприемлемостью ценностей, а является для вас тем, что разрушает вашу структуру личности, то есть влияет на вашу самооценку, вот, влияет на то, как вы к себе относитесь, влияет на то, как вами воспринимаются другие женщины, вот. И в целом, судя по всему, снижает, ну, я бы сказал так, так, снижает уровень вашей жизни, снижает качество вашей жизни. И снижает качество вашей жизни, на мой взгляд, достаточно сильно. И вот этот момент, момент, который вас задевает, его нужно скорректировать, вот. Чтобы на вас это так сильно не влияло, ваши ценности могут быть такими, какими, какие они у вас есть. В этом ничего плохого не будет. Это абсолютно нормально. Но, то, как на вас это влияет, вот именно как это влияет на вас, вот эта история является деструктивной. и это можно и нужно корректировать, вот. Понимаете? Ну, что я здесь, в принципе, вижу, да, я вижу то, что у вас есть вот, ну, допустим, допустим, в той или иной степени, я вижу у вас такое отношение к, ну, вот, к своей жене, типа, что она моя и только ничья, да. Вот. Это является, на мой взгляд, является проблемой, потому что, ну, человек, другой человек, не является вашей собственностью. Вот, да, то есть человек, ну, не может быть человек вашей собственностью. Это невозможно. Человек не ваша собственность. Вот. То есть я бы сказал, что здесь, в этом смысле, вы как бы сводите, получается, ну, по сути, вы сводите вот свою ценность, да, к, ну, какой-то вот, ну, может быть, принадлежностям, да. То есть вот она мне принадлежит, она моя. Это же означает, в свою очередь, что, вероятно, так же вы относитесь и к себе. То есть, что вы свою ценность видите, видите, видите так же. А это, в свою очередь, довольно серьезная проблема. Потому что ваша ценность, вот именно ваша ценность, она не материальна. Понимаете, в чем, вот здесь, ну, скажем так, деликатность вот этого, этого, этого момента. Вот. И вы, я не знаю, видите вы это или нет, но по факту ваша ценность как мужчины зависит от того, изменяет вам ваша жена или нет. Является она только, только ваша или нет. То есть, это вот достаточно такое, такое неустойчивое чувство ценности. Еще, что бросается в глаза, то, что вы говорите по сути о том, что вы женой ссорились. То есть, вы говорите о наличии проблем между вами. То есть, у вас были проблемы. и эти проблемы, из-за которых вы, собственно, ссорились, они, эти проблемы в какой-то степени и послужили как бы ну, скажем так, основанием, да, основанием для сон, ой, для измен, по итогу, дальше. Вот. Но здесь же, здесь же есть, получается, да, и ваш вклад в это. Понимаете? То есть, вы, вы-то тоже внесли в свой вклад в конфликт. Вот. Вы ссорились с своей женой. Я не говорю, что вы не должны были, не должны были ссориться сейчас, немножко не об этом речь. Вот. Поэтому важно прожить, прожить вот этот момент, связанный с изменой. Вот. Очень важно его прожить. чтобы вы смогли двигаться дальше. А пока вы этого не можете сделать. Пока вы не можете двигаться дальше. И отсюда вот есть вот такие проблемы. что тяжело вам с другой женщиной сейчас выстраивать отношения. Вот. Я думаю, что это еще связано с тем, что вы знаете себя. Ну, вот, в какой-то степени вы себя знаете. и вы знаете, что если, например, вы с женщиной, допустим, переспите, да, то, то скорее всего вы будете от нее ждать чего-то. то есть скорее всего вы будете ждать, что она будет ваша, что она будет, ну, как-то вот, ну, с вами, что она будет, будет вот, ну, принадлежать вам опять же. А гарантировать вам эту принадлежность сейчас никто не может. Поэтому вам страшно. Я думаю, что это связано, в свою очередь, с тем, что вы сводите свою ценность опять же к другому человеку. Вот. То есть своей жизнью, своей, вот, своей жизнью, ну, вы, вот, как будто бы не живете, то есть, как будто бы у вас есть недостаточно своей жизни, недостаточно ее интерес. И, конечно, хочется спросить вас здесь о том, вот, насколько вы реализованы, да, насколько вам нравится ваша жизнь, насколько вы чувствуете, ну, ее наполненность, наполненность именно вот своей жизни, да, чувствуете ли вы ее, и так далее. Это тоже очень хочется все спросить у вас. И я думаю, что если с одной стороны вы начнете проживать свою травму, с другой стороны начнете свою жизнь наполнять, я думаю, что будет не так сложно вам выстроить отношения с человеком. Вот. Возможно, было бы неплохо пересмотреть отношения и к сексу в том числе тоже, потому что вот чувствуется, что вы значение секса придаете достаточно большое. Вот. Это тоже может мешать, конечно же. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!